Привет! Что делаешь? Играю. Федя и Ваня, они часто приходят к этой речке, ведь именно здесь произошла история, о которой мальчишки будут помнить всю жизнь. Четыре года назад 7-летний Федя Федотов приехал на лето в деревню к бабушке и в такой же солнечный день отправился с друзьями на рыбалку. И с нами пошел Ваня, Данил, я и еще один Данил. Тут был маленький ущель, и вот мы хотели перепрыгнуть, только чуть-чуть надо было ногой оттолкнуться. Данил с Данилом перепрыгнули, пришла очередь Ваня. Он когда начал уже перепрыгивать, он не смог и упал в речку. Там, наверное, было бы мне уже выше головы. Но я пришел прыгать скорее за ним. Я замерз дома. И когда я его вытащил, он быстрее побежал домой. Сказал, что я упал в пропасть. И потом через примерно полчаса пришел отец о Ване. И сказал, давай, я тебя провожу. Ты поможешься, дадим тебе на время вещи. А твои вещи высушим и постираем. Надо было как-то обойти. А я перепрыгну. И сказали, спасибо, что спас нашего сына. И за то, что ты спас, мы тебе дадим тапки, потому что ты в этом болоте потерял. Здесь, в деревне Нижний Кибекси Цивильского района, есть даже переулок, который называется Болотный. Опасно ходить и лететь. Болотное место. После этой истории мы вещи сами делали. Кузьмой делали мы. Мостик. Сейчас этот мостик уже стал хлипким. Да и речка изменилась. Мальчишки говорят, она стала шире. Что ж, давайте проверим глубину. Ого. Вот это глубина. Да уж. А что она еще выше стала, чем раньше? Ну да. А там, по-моему, меньше. Да. Я учусь с Федей в одном классе. И ученики, и учителя школы знают, что он занимается велоспортом. А про эту историю все мы узнали совершенно случайно. И только спустя 4 года. Недавно на литературе нам задали написать сочинение про героев. И Федя рассказала о своем приключении. Получается, что герои смелые и скромные. Им не нужны медали и грамоты. Герой – это он спасает людей. Я думаю, что это может сделать любой человек. И не только я, и какой-то особенный.